Продолжаем с драгоценным уловом из далекой Бразилии. Из Рио на родину возвращаются серебряные призеры Олимпийских игр. Ольгу Забелинскую и Валентину Боцарашкину торжественно встретили в Санкт-Петербурге и Омске. В Полково было многолюдно. Родственники, воспитанники и представители спорткомитета Ленобласти устроили Ольге настоящую овацию. Мало того, что цветы не заканчивались, спортсменки пообещали премию в размере полутора миллионов рублей за успехи на бразильских велотреках. Напомню, Забелинская показала второй результат по итогам гонки с раздельным стартом, уступив только американке Кристин Армстронг. Награду Ольга получила в день юбилея своего отца, прославленного спортсмена, чемпиона Игр 1980 года. И если для Забелинской игры в Рио стали второй олимпиадой, то Виталина Боцарашкина в соревнованиях подобного уровня участвовала впервые. В аэртопорту Омска ее встречали родственники, друзья и болельщики. Но самым счастливым выглядел дедушка меткой россиянки. Именно он привел юной Виталине любовь к стрельбе и привел ее к спорту. По каким-то таким незаметным признакам я понял, что у нее наклонность к техническому такому спорту, а не к этому. Она пыталась на каратэ ходить, ей не понравилось, на бадминтон тоже не понравилось. А вот сюда я привел и ей сразу понравилось. Ртуть была. Эту ртуть в руках удержать невозможно было. Если все выходили по песочницам, разбредались, то я свою искал на деревьях. Пока девушка не вполне осознает, что завоевала для страны серебряную медаль, в ее планах вернуться домой, обнять любимого кота и немного попутешествовать. Но долго почивать на лаврах Виталина не собирается. Совсем скоро девушку ждут новые сарты. Ну а мы с вами с минуты на минуту встретим в прямом эфире еще одну победительницу, которая привезла нам золото. Это Инна Дереглазова, раперистка наша. Она уже вернулась, ее самолет приземлился. Сейчас наша съемочная группа вместе с болельщиками, с родственниками встречает ее в аэропорту. Как только она появится, говорят, уже паспортный контроль проходит. Как только она появится на виду, сразу же прямую трансляцию выведем. И вместе с вами, вместе с болельщиками будем радоваться. Посмотрим, как же она добралась. Я скажу, что путь-то из Рио не близкий, потому что с пересадкой Инна летела. И очень много времени у нее на это ушло. Ну что ж, посмотрим. Наверняка уставший очень будет. Но надеюсь, что интервью нам все-таки даст. Дождитесь.